Всем привет! У нас сегодня ура! Мамина подруга приехала, тетя Вика. Мы ждали ее 90 дней, 4 часа, 57 минут и 35 секунд. И наконец-то дождались. В 13.15 самолета авиакомпании BXJ с серебристым крылом приземлился в аэропорту Камрад. Такси из аэропорта до места нахождения нашего дома примерно 14 долларов. Ехать 40 минут. Добро пожаловать, тетя Вика. Я дарю тебе миллионы. Я вас вообще не могу врубиться. Сколько это в доллар? Примерно 40. И сегодня на примере нашей гости мы расскажем, как провести неделю в Ничанге и получить максимум удовольствия. Итак, наши ТОП-7. Номер 1. Не по сути, а просто порядковый номер. Барбекю из морепродуктов с бассейном на крыше здания Винкомплаза. О такой вечеринке мы узнали случайно от менеджера отеля, когда зашли выпить кофейку. Попасть сюда и насладиться ужином в стиле лакшери может абсолютно любой желающий, не обязательно гость отеля. Внимание! Лакшери обойдется в 12,5 долларов с человека. Можно прийти в любое время, заказать напитки или еду и провести время в бассейне с видом на город под открытым небом бесплатно. Перед ужином подают бокал вина с закусочками, а после фрукты или пирожное по вашему желанию. Итак, реклама гриль барбекю гласит, 400 тысяч донгов это 16,5 долларов с человека, но если вас двое, то скидка 25%, а если трое, скидка 30%, то есть 11,5 долларов на человека. На троих всегда выгоднее. Вечер просто замечательный. Все и гриль из морепродуктов и мяса в достаточном количестве, свежие и вкусные. И обслуживание под легкую музыку на высшем уровне. В общем, девочкам понравилось. Маме с подругой так понравилось, что на следующий же день они пришли в этот отель в спа. Итак, порядковый номер 2. Лакшери спа за 20 долларов. Милая девочка-менеджер предложила акционный пакет услуг за 499 тысяч донгов, что примерно 20 долларов, который включал хамам, сауну, джакузи и час массажа всего тела. Продолжение следует... Продолжение следует... Сначала полагался массаж, потом все остальное. Но девочки, по доброй российской традиции, решили наоборот. Сначала спа, потом массаж. И не прогадали. В конце процедур так расслабились, что почти уснули. Да, стоит сказать, бассейн тоже прилагался, как бонус. Хочу заметить, ходили дважды за неделю. Порядковый номер 3. Экскурсия на явке 4 часа. Почувствовать ласковый бриз и скупаться в чистейшей воде, поужинать в компании можно за 50 долларов с человеком. Почувствовать ласковое бриз. Порядковые бриз. У нас есть разные программы, дневные, вечерние, есть индивидуальные, групповые. В данный момент мы делаем групповые экскурсии один-два раза в неделю, по субботам и по пятницам. У нас обед, барбекю с мясом, с морепродуктом включен и во все время Виже играет. Плюс бармен на лодке у нас мы предлагаем больше 10 коктейлов и моктейлов для гостей. А вот это новый катамаран, который мы сейчас делим, но примерно через два месяца мы запускаем. Это проект на острове Фуков. А если ваша компания насчитывает 10 человек, то за эти же деньги можно устроить шикарную вечеринку в кругу близких друзей. Да еще и с рыбалкой. Удочки выдают. В стоимость включено фрукты, напитки, все оборудование для снорклинга, рыбалка и катание на сапах. Аренда такой яхты на 3 часа 500 долларов. Как видите, недорого. Контакты хозяина оставлю в описании. Порядковый номер 4. СПА Ай-Резерв. Про него было отдельное развернутое видео, можно посмотреть на нашем канале. Но пройти мимо в своих рекомендациях мы не смогли, тем более взглянули под другим углом, опять лакшери за 37 долларов. Вип-пакет, который включает в себя 5 удовольствий. Первое. Конечно, массаж. Выбрали с шоколадом. Как потом отмывались, не представляю. Удовольствие второе. Полежать в тепленькой грязи 20 минут и снова в душ. Затем еще 20 минут, но уже в ванне с ароматными травами. Полностью расслабившись душой и телом, за удовольствием номер 4. Полноценный обед на выбор по меню, плюс напитки и фрукты. И в завершении, пятое удовольствие. Джакузи и водопады с минеральными водами. Продолжая тему релакса и ленивого отдыха, предлагаем позицию номер 5. Пляж. Конечно, если вы приехали в Ничанг, где даже зимой температура воды 26 градусов, то больше всего захотите поваляться на шезлонгах с кокосом и накупаться в теплом море. Напомню, цена вопроса за аренду шезлонга 2 доллара. Шум прибоя, запах моря и тетушки с фруктами. Центральный пляж вам понравится, это точно. Правда, на центральном пляже бывают волны. Нас это не пугало. Но если вы любитель спокойной водички или у вас маленькие детки, то вдоволь накупаться можно либо на острове Обезьян, либо в парке Винферу. Порядковый номер 6. Парк Винпёрл. Это место просто обязательно к посещению. Тут все 33 удовольствия. И парк аттракционов, и зоопарк, и океанариум, и аквапарк с большим количеством водных горок. Но вот еще, что выгодно отличает его от многих других парков, он расположен на берегу моря в бухте с подветренной стороны. Стоимость билета примерно 30 долларов. И не забывайте о весомой, на мой взгляд, плюшке. В стоимость входит обед на 6 долларов. Главное, не потеряйте билетик. На нем все написано. Заходите в ресторан, отдаете билет и выбираете блюдо. Так сразу цена еще приятнее, да? Можно взять, например, порцию таких спринг-роллов и чай. Как раз 6 долларов. Парк просто впечатляет. На его территории постоянно проходят различные шоу. Вечером самые зрелищные. Порядковый номер 7, который происходит каждый день. Это вкусная еда. Конечно, вы побывали в новых местах и сводили кефивику в любимые кафе, видео о которых есть на нашем карте. Позавтракать вкусно в Ничанге можно за 1-4 доллара. В зависимости от ваших пристрастий. Может это будет европейский завтрак, болоньеза в Кисадилье за 4 доллара. Или японский блинчик за 3. Такой, знаете, плюс 1000 калорий. А может предпочтете вьетнамский сет за 2,5 доллара? Или просто сытный смузи из авокадо? Все будет вкусно. А вот ужин это святое. Особенно на отдыхе. Поэтому буфет или, как привычно русским, шведский стол. Про гриль Кейпап мы рассказывали в предыдущем видео. Ссылочка будет в описании. А вот тете Вике больше понравился буфет Кичи Кичи. Находится он в том же здании, что и Кейпап. Только на втором этаже. Цена за вход до 17 часов 10 долларов. После 17 на 1,5 доллара дороже. Детям до метра 30 скидка 70%. За стоимость 11,5 долларов мы выбрали один из четырех видов бульона и варили все, что ехало мимо по своему вкусу. В общем, в этом здании пять буфетов или, если угодно, шведских столов. Ссылку на геопозицию я оставлю в описании. Ну все, пока-пока. Пишите, ставьте лайки. Нам всегда приятно внимание. И всегда легче работает, зная, что тебя смотрят.